Предоставляется настоятелю собора апостола и евангелистера Иоанна Богослова, прайдерея Глеба Ложика. Дорогие братья и сестры, уважаемые участники, организаторы вторых чтений, которые были организованы в прошлом году впервые, мы видели и сейчас вспомнили. Хочется вас сердечно поприветствовать и поблагодарить тоже за участие. Почему? Потому что это важно, важно то, что было сделано и то, что стало проводиться, и дай Бог будет и дальше проводиться каждый год эти чтения. Они для нас являются таким тоже фундаментом в деле духовно-нравственного воспитания. Одним таким еще кирпичиком в этом великом деле, который направлен на воспитание души человека. Ведь соприкасаясь через эти чтения, готовя и доклады, и соприкасаясь с тем колоссальным трудом, который проделал Николай Александрович в своей жизни, мы очень много узнаем про свой край, про то место, где живем. Знание и любовь к своему краю является тоже одним из основных в духовно-нравственном патриотическом воспитании. И просто молодое поколение должно знать, и должны знать эти места, должны знать свой край очень хорошо. И дай Бог, чтобы большие духовные, такие большие плоды приносила та работа, тот труд, проделанный Николаем Александровичем в своей жизни. Чтобы не одно поколение, соприкасаясь с его трудами, узнавая про свой край, росли духовно, росли гражданами, любящими свою страну, любящими своих ближних, любящими Бога. То есть мы должны знать свою культуру, мы должны знать свою веру, мы должны знать свой край. И использовать для этого нужно все те средства, которые помогают нам достигать этой цели. И сегодня, являясь участниками этих чтений, мы вспоминаем и самого Николая Александровича, и возносим и молитву к Богу о покоении его души, потому что человек, он не просто вот в памяти остался через труды, через свою деятельность свою, через свою доброту, или вот то, что наставил наследие. И мы должны молитвенно всегда вспоминать его. И этот день для нас тоже напоминает о том, что важно и помнить человеке в молитве. Поэтому, дорогие, всем вам хочется пожелать тоже Божьей помощи в сегодняшних чтениях, чтобы работа была плодотворной, чтобы она принесла пользу каждому из нас, чтобы то, что мы сегодня услышим, соприкоснемся, вспомним, чтобы не просто это было для нас некой такой галочкой, да, что провели мероприятие, что были участники, но чтобы действительно, и вспоминая, и молясь о человеке, мы прикасались к своей культуре, к своей вере, к своим традициям. Ради чего, наверное, и трудился Николай Александрович, чтобы оставить для нас это великое наследие, собрав их, то есть проделал собрав и передав для нас очень многое. Да упокоит Господь душу Ему, Царствие Небесное Николай Александровичу. А всем вам я желаю помощи Божией и в сегодняшней работе, в сегодняшних чтениях и во все дни жизни вашей. Божие благословения да пребудет со всеми вами. Божие благословения да пребудет со всеми вами.